Родители школьников уже совершают масштабный шоппинг в преддверии нового учебного года. Не последнее место в списке расходов для учеников занимает школьная форма. На что стоит обратить внимание? Советы дали специалисты Роспотребнадзора. Школьная форма – это та одежда, в которой ребенок будет проводить минимум 6 часов времени, а иногда и гораздо больше. Поэтому в ней должно быть удобно и комфортно. Школьная форма, имеющая в составе более 70% синтетических волокон, например, полиэстера, заведомо не может обеспечить минимальные показатели безопасности. Такая форма не будет дышать, и ребенок будет испытывать дискомфорт. Чем больше синтетики присутствуют в кане, тем больше вещь по свойствам напоминает целлофановый пакет. Поэтому правильный выбор формы – натуральный текстиль. Она должна быть наполовину сделана из материалов натуральных, такие как лен, хлопок. Это в летнее и весеннее-осеннее время. А в зимнее желательно предпочесть шерсть или кашемир. При покупке школьной формы обратите внимание на внутренние и внешние швы. Насколько ровно проложена строчка, красиво ли лежат борта, хорошо ли отстрочены карманы, не торчат ли нитки. В данном случае речь идет не только о красоте наряда, но и о качестве изготовления одежды. Не стоит покупать форму с кривыми строчками и прорехами в швах подкладки. Ребенок будет активно двигаться в этой одежде, и риск, что с таким качеством пошива она порвется, на протяжении первых нескольких месяцев, достаточно высок. А деньги за покупку вам в таком случае уже не вернуть. Чтобы не приобрести товар с низким качеством, вы имеете полное право попросить продавца документы, подтверждающие его качество. Любой покупатель может потребовать документы, это либо декларация соответствия, либо сертификат о соответствии, товарно-сопроводительный документ, откуда поступило изделие, кто поставщик, кто производитель, кто продавец. Также при покупке формы необходимо учитывать, что ребенок в течение года будет расти, поэтому не берите модели впритык. Если же подобрать хороший вариант одежды с учетом возрастления ребенка не получится, учитывайте тот факт, что если школьник значительно вырастет на протяжении учебного года, возможно, вам придется покупать еще один комплект школьной формы, и тогда вам снова пригодятся эти советы.